Здравствуйте! Эфир ТСВ продолжает программа «Экспертное мнение». В студии работает моя коллега Алла Горбатенко. Меня зовут Наталья Бильщикова. И сегодня у нас школьная тема. В будние дни в школьное расписание предлагается включить пятый урок и тем самым разгрузить субботу для учителей и учеников. Как в нынешних условиях вообще организовать учебный процесс, чтобы не страдало качество образования? Об этом говорим сегодня с нашими гостями. Итак, у нас на связи министр просвещения Алла Николюк. Здравствуйте! Алла Николаевна, здравствуйте! Первый вопрос по поводу этого предложения об изменении расписания школьной недели. Мы знаем, что обсуждается такой момент, что, может быть, субботы станут свободными. Ну или не свободными, а субботы, скажем так, для онлайн обучения отведут. А эти субботние уроки раскидают по другим дням. Почему это нужно и как это будет сделано? И во всех ли школах есть такая возможность? Да, добрый вечер. Я хотела сказать, что этот вопрос назрел после того, как месяц почти мы уже учимся. И, конечно, видим, что есть необходимость носить изменения. Жизнь это диктует. И, конечно, одно из направлений, которые мы видим для изменения, это то, что есть возможность, и мы хотим это попробовать, ввести все-таки пятый урок, разрешить его проводить очно. В нынешнем порядке прописано до четырех уроков. Пятый урок позволит нам, в основном мы надеемся, разгрузить субботу. Особенно это важно для учащихся пятых-восьмых классов. Так, чтобы суббота у них была свободна, либо только дистанционные уроки. Почему я говорю либо? Потому что есть школы, где и пятые, и восьмые классы изучают программу по углубленному направлению. И, соответственно, там тяжело будет сделать все уроки и освободить субботу полностью. Но, тем не менее, это все-таки будет большой плюс, когда дети будут в удобное для них время дистанционно заниматься в субботу, а не с утра спешить в школу. Для учащихся девятых-одиннадцатых классов, наверное, будет затруднительно сделать полностью субботу свободной. Скорее всего, уроки останутся небольшое количество, но только первую смену. Дело в том, что есть еще художественные школы, музыкальные. Они тоже сейчас работают в несколько смен. И очень часто остается и так очень маленький промежуток между даже вот этими вот пятью уроками и художкой, допустим. А там они уже тоже не могут сдвигать. Они говорят, извините, мы не можем сдвинуть, потому что придут другие дети. Вот хотелось бы, чтобы... Просьба такая просто от родителей, чтобы и с школами дополнительного образования тоже каким-то образом это все было согласовано. Согласовано, да. То есть, если это учтут, будет отлично. Надо и организациям дополнительного образования это учитывать в своем расписании. Многие из них уже это сделали. Сейчас, возможно, переход на... Не скажу на новое расписание. Но расписание такое измененное заставит их несколько пересмотреть свои расписания. Ну что, жизнь это диктует. Придется это делать. Алла Николаевна, вот вы говорите о вынужденных изменениях. Еще один вопрос от родителей. Начальная школа, вот очень многие родители, им неудобно, что дети занимаются во вторую смену, потому что большинство родителей работают. Им, конечно, удобнее было бы ребенка отвезти утром в школу, но там уже кого-то попросить. А так получается, что ребенок остается сам дома. Вот не пересматривается сейчас вопрос о посещении, о первой смене для начальной школы. Мы думаем, что, возможно, вот пересмотр расписания некоторым небольшим школам даст возможность работать в одну смену. Но я еще раз хочу подчеркнуть, далеко не всем и очень осторожный такой подход, если это позволит помещение, количество классов, учебных комнат, где можно быть детям. Возможно, кому-то удастся такое расписание сделать, это будет очень хорошо и на пользу нашим детям. Но массово, там, где учились на второй смене, к сожалению, пока придется оставить. Я напомню, что школа должна быть при этом заполнена не более чем на 65% детьми. Поэтому, если эта цифра не может быть соблюдена, это будет затруднительно. Ну, тут надо сказать, что большие школы и раньше учились во вторую смену, и мы учились в свое время во вторую смену в младшей школе. Ну, в общем-то, да, к сожалению, вот пришлось к таким вещам вернуться. Я думаю, что это лучше, чем кто-то в школе заболеет и школа не будет учиться вообще. Или кто-то вообще будет сидеть дома, да. Да. Еще вот такой вопрос. А какие уроки будут изучаться в классе, а какие онлайн в связи с этими изменениями? Есть в этом вопросе какие-то корректировки? Ну, нам были даны рекомендации еще ранее. Это, в принципе, те же предметы. Очно еще раз мы акцентируем внимание, что изучаются наиболее трудные для усвоения предметы. Физика, математика, русский, родной язык, английский, немецкий языки и так далее. Эти уроки предпочтительно нужно сейчас расписание как раз пересмотреть в ту сторону, чтобы они изучались как можно больше очно. На дистанцию переносятся уроки, которые, ну, так их назовем в целом, развивают личность ребенка. Но при этом, если раньше делалось расписание таким образом, что один урок из двух недельных проводился очно, а другой дистанционно, возможно, школа пересмотрит подходы и сделает оба эти урока дистанционные, особенно если учитель один и тот же, ну, скажем, в начальных классах. То есть уже познакомились с учителем в начале года, да, дальше уже можно... Мы боялись, мы хотели, чтобы все-таки, особенно ученики пятого класса, первого класса, мы увидели учителя, это уже осуществилось, поэтому сейчас можно, ну, чуть-чуть двинуть расписание вот в сторону таких предметов. Алла Николаевна, а не получится вот так, что сейчас пять уроков и все будут, ну, такие достаточно сложные? Ведь, насколько я понимаю, обычное расписание составляется так, более сложные предметы, там, два-три урока, потом, там, физкультура, музыка, ну, что-то так полегче, чтобы дети отдыхали, а тут вот сразу нагрузка в пять уроков. Вот такой вопрос не рассматривали, насколько дети смогут потянуть, если потом еще и дистанционно какие-то будут предметы? Ну, музыка дистанционно, потом придут домой и споют. Да, действительно, санпинами предусматривается, это очень строго отслеживается санитарными службами, чтобы трудность урока учитывалась, есть даже специальная шкала для этого, но, к сожалению, время сейчас такое, что мы выбираем уже из двух глоб, я имею в виду, что нам сейчас важнее предметы, более сложные, чтобы учитель очно пообщался с детьми, а вот такие более легкие, может быть, для усвоения предметы выносились на дистанционное, причем я вовсе не имею намерения сказать, что это все онлайн, а это наоборот, удобное для детей время с запасом в неделю, а то и в две по выполнению какого-то задания, поэтому в этом плане ребенок будет разгружен, но чуть больше нагружен в школе, но здесь не приходится нам уже выбирать. Строим процесс так, чтобы учесть все параметры. Алла Николаевна, еще один вопрос, вот по поводу этого самого онлайн-обучения, много уже говорили, много раз уже и в этом году, и в прошлом, на каком сейчас уровне, скажем так, вот эта подготовленность педагогов к тому, чтобы это самое онлайн-обучение проводить, возможно, школам нужна какая-то помощь, возможно, школам даже нужна какая-то помощь родителей, потому что мы помним прекрасно, что в прошлом году, когда мы все вдруг оказались перед этой ситуацией, у нас очень многие родители, учителям помогали те же компьютеры настроить, ту же программу установить и так далее, какие-то вещи, подсказывали что-нибудь. Может быть, сейчас есть что-то, что мы сможем сделать, ну да, не для вас, а для педагогов, чтобы наши дети учились комфортно. Мы понимаем, что этот процесс очень длительный. Здесь очень приветствуется помощь родителей, как в плане того, что они помогут ознакомить детей. Сейчас идет апробация таких сложных механизмов, как работа через личный кабинет. Я надеюсь, что все родители и дети уже по отзывам мы видим это, освоили в гостевом режиме. То есть они все увидели эту платформу, они попробовали пользоваться теми материалами, которые выставлены учителями, которые целое лето работали над этим. Конечно, здесь нужно освоить всем, и учителям, и ученикам, и родителям в том числе. Родителям в каком плане? Вот как вы правильно сказали, это помощь даже техническая, если родители это могут сделать. Это помощь в том плане, что учеников настроить, что этот инструмент сложный, его нужно освоить, его нужно попробовать. И, как правило, выигрывают те родители, которые настраивают детей на положительное. Сначала что-то не получается. Все осваиваемое, если человек этого захочет. Вы знаете, насчет совместных каких-то занятий не всегда у родителей есть время. А у меня такой вопрос. Весной очень многие родители сетовали на то, что им приходится выполнять какую-то работу за учителя. То есть объяснять ребенку какой-то новый материал. Сейчас что-то изменилось в методике преподавания именно онлайн? Ну, если можно, я вот немножечко вместо Аллы Николаевны тебе отвечу, потому что я как родитель, я тоже уже знаю примерно, как это все сейчас происходит. И да, нам уже присылают там не просто ссылку на какой-то сторонний ресурс, да. Нам присылают теперь ссылку на нашу платформу. Там уже и задания есть, там есть уже и видеоролики и так далее. То есть родителю, может быть, нужно только посмотреть, чтобы ребенок этот ролик слушал, да, чтобы он его, ну, не отвлекался в этот момент куда-нибудь в другое место, там и не включил там где-нибудь себе параллельно какой-нибудь мультик и так далее. То есть методика преподавания немножко изменилась, да? Конечно. Мы же понимаем, что в четвертой четверти это все на нас свалилось, как и на весь мир, и это нужно было спешно что-то делать. И четверть мы не можем отложить. Итоговую аттестацию нужно было проводить вовремя, потому что это связано с документами и так далее. И, конечно, сейчас за лето осмыслив все это педагоги, многие для себя, даже те, которые не занимались разработкой материалов, это делали отдельные люди, тем не менее они продумали свои уроки. Как я построю урок, если я буду очно, это один урок. Как я построю этот же урок, но если он будет проводиться дистанционно. Какие виды заданий я дам? Как это сможет сделать ребенок? То есть посмотреть на задания глазами ребенка всегда делал это учитель, а сейчас это тем более. Сколько это займет времени? Потребуется ли это дополнительная информация в интернете? Я, например, склонна к тому, что это не нужно делать. Достаточно учебника и, возможно, только творческие задания какие-то там с использованием интернета в учебных целях. То есть подходы стали меняться. Ну, в общем, насколько я поняла, просто нужно родителям немножко усилить контроль и проявить внимание к тому, что ребенок делает. В принципе, то, что делали родители и раньше. Ну, не всегда, в общем-то. Только это было обучение, а не онлайн. Спасибо вам за разговор. Я напоминаю, с нами на связи был министр просвещения Алла Никалюк. В России онлайн-программы когда-то создавались с целью восполнить проблемы в знаниях детей, которые по какой-то причине не могли посещать школу, например, по причине болезни. У нас такого опыта до пандемии не было. Но теперь, получается, пришло время освоить эту систему и как сделать ее работающей, и что для этого нужно, об этом говорим с нашими следующими гостями. У нас на связи сегодня сейчас сразу два эксперта. Это проректор ПГУ по экономической деятельности и стратегическому развитию Владислав Соколов и Сергей Лупашко, первый заместитель председателя правления Агропромбанка. И они оба входят в специальный совет по образованию, который был создан именно для того, чтобы координировать и организовывать образовательный процесс в условиях пандемии. Ну и вопрос, в общем-то, сразу же, наверное, Владислав Владимирович к вам. Есть ли какое-то видение, как вот в этих условиях сделать образование комфортным и для ученика, и для преподавателя, и для учителя? Дистанционная форма обучения, на самом деле, это уже довольно не новая форма обучения. Она давно применяется во многих странах, в том числе и в нашей республике она давно работает. Приднестровский госуниверситет уже давно применял эту технологию. То есть мы ее, скажем так, для высшей школы уже, в принципе, эту технологию обкатали. Если в высших учебных заведениях акцент больше делается на самостоятельную работу при дистанционной форме обучения, то со школьниками немножко другая ситуация. Летом нашими специалистами приднестровскими была подготовлена платформа, которая наполняется всем необходимым материалом. Учителя не все, правда, пока, это тоже такая поэтапная работа, но часть наших учителей прошли, в летнее время прошли подготовку для того, чтобы могли осуществлять свою деятельность вот в такой дистанционной онлайн форме. А чему именно учителей учили? Вот в чем вопрос. Интересно, потому что, честно говоря, я знаю, что у нас учителя вообще большие молодцы, они очень стараются. В прошлом году, когда пришлось всем перейти на онлайн обучение полностью, многие учителя были прям очень большими молодцами, действительно. Они сами нашли и стали использовать и платформы, и ресурсы, и программы, и так далее. Все-таки, а сейчас я вижу, что когда появилась платформа, то у многих учителей, как мне кажется, немного, ну и часть уроков все-таки идет очно, энтузиазма поубавилась. То есть пока что, вот я вам скажу как сама, как родитель, пока что нам ссылки на платформу присылают из всех учителей-предметников только два человека. То есть два учителя-предметника только лишь это используют пока еще. Чему учили учителей? Чему конкретно? Смотрите, я еще раз говорю, что прошло переподготовку определенное количество учителей, пока что не все. Вначале действительно, когда ушли дети на карантин, когда мы искали, какие варианты более предпочтительные, какие возможные, каждый использовал, ну, грубо говоря, использовал то, что было под рукой. Кто-то на базе скайпа, кто-то на базе вайбера, кто-то на базе электронной почты, кто-то использовал какие-то платформы, кто-то использовал какие-то российские дистанционные средства. Сейчас, естественно, мы хотим все эти вещи унифицировать. И та платформа, которая была создана в нашей республике, мы с ней работаем, мы ее дорабатываем сейчас. Мы, естественно, будем переводить всех, и учителей, и учеников на единую унифицированную платформу. А есть ли у нас технические возможности? Вот что изменилось за несколько месяцев вот этих летних каникул? Есть ли у нас технические возможности сейчас проводить дистанционные уроки? Потому что тогда было очень много проблем, там у кого-то не было еще компьютеров, там в школах не везде было налажено интернет. Сейчас на какой мы стадии, и что еще нужно сделать, чтобы помочь учителю наладить вот это обучение, чтобы все шло ровно и гладко? Ну да, я, если можно, вопрос, Алла, дополню. Действительно ли дело только в том, что нет или не хватает технических возможностей, или какие-то еще вещи есть, которые мы не учитываем, и они вовсе не технические? Может быть, вообще есть какой-то другой путь, чем, ну, не знаю, вот тот, по которому мы пошли? Сергей Валентинович, что скажете? Ну, конечно, опыт с прошлого года показал явный и острый дефицит технической оснащенности компьютерных классов, компьютеров вообще на рабочих местах учителей и каналов связи. И, учитывая, и уже понимая эти проблемы, правительство организовало большую программу по переоснащению школ. Сейчас ведется работа по переключению всех школ на оптовое окно для оснащения их высокоскоростным интернетом, а также произведена закупка компьютеров для всех школ. Ну, с учетом того, что большая партия и необходимо было получить максимально хорошую цену, этот заказ специальный, поэтому требуется еще какое-то время на его изготовление и доставку в Приднестровье, поэтому, я думаю, в течение нескольких месяцев школы уже будут оснащены. И это позволит учителям иметь компьютеры на своих рабочих местах и использовать их как в классной системе обучения, так и при необходимости в дистанционном формате. Что касается дополнительных потребностей, конечно же, сама только техника все вопросы не решает. Здесь очень важными всплывают вопросы методик преподавания, потому что дистанционный формат предполагает другие принципы взаимодействия с детьми. Одно дело, когда ученик находится вот тут рядом, и можно посмотреть ему в глаза, понять, получить быструю обратную связь, и другое дело, когда это происходит через интернет. Мне кажется, что для подавляющего большинства учителей, чтобы вот эта система заработала дистанционное обучение хорошо и правильно, и чтобы польза была, нужен какой-то инструмент, который бы учителям в руки вложили. Ну, круто, когда человек сам находит возможности самосовершенствоваться. Может быть, есть вот этот инструмент, и его можно просто где-нибудь, я не знаю, можно купить это, да, можно купить эту систему, этот ресурс, не наполнять ее самостоятельно, тратя на это несколько драгоценных месяцев, не разрабатывать вот эти конспекты уроков, ну, или планы, да, или методические какие-то рекомендации, которые уже наверняка где-то есть, они уже кем-то составлены. У нас маленькая страна, мы должны пользоваться тем, что в большом мире уже для нас придумано. Как вы считаете? Ну, здесь нет однозначного ответа на этот вопрос. То есть, безусловно, в любой деятельности, и особенно, как вы правильно подметили, в нашей маленькой стране, нельзя не опираться и не анализировать опыт более крупных стран, в частности, российский опыт, либо других стран. И я знаю, что наши преподаватели при подготовке материалов, да, они, в принципе, в повседневной жизни, когда готовятся к урокам, они используют опыт российских коллег и так далее. Что касается дистанционной платформы, здесь, ну, есть как бы где-то и специфика местная у нас, поэтому сказать, что можно на 100% перенести чью-то практику, наверное, сложно. Да, конечно, там целиком изобретать велосипед тоже не стоит, но, тем не менее, вот та платформа, которую приняли у нас, это, ну, промышленный инструмент, который, конечно, сейчас нужно наполнить и адаптировать для нашей специфики. Скажите, сколько времени понадобится, чтобы вот это дистанционное обучение у нас заработало в полную силу и чтобы не было проблем ни у учителей, ни у учеников, ни у родителей? Нормально, вот хорошо заработало. Да, чтобы, вот знаете, вот прям как гладко, ровно. Чтобы заработало как сервисы Агропромбанка, которые все быстро привыкают, потому, опа, как же так, как мы вот еще, что еще год назад не было, да ну, не может быть. А вы знаете, ну, может быть, к сожалению, но вот процессы в образовании, они сложнее где-то по многим причинам, как бы, вы правильно сказали, что многие учителя привыкли работать в классной системе, классная система – это действительно великолепная система, но вот в наших реалиях, к сожалению, приходится от нее отходить и искать другие форматы обучения. Дать однозначный прогноз, что вот завтра или через месяц оно все будет работать идеально, наверное, сложно. Опять-таки, каждый учитель должен пропустить это через себя, овладеть определенными навыками, познакомиться более плотно с платформой. Это действительно тяжелый труд, который учителям предстоит совершить. Но вместе с тем, если говорить об успехе образовательного процесса, очень большая роль и ответственность лежит и на учениках, и на их родителях, потому что вот эта вот виртуальная среда, интернет-среда ограничивает где-то коммуникационные возможности между учителем и учеником, и ученикам сложнее где-то организовать себя, не возвлекаться на соблазны интернета, в частности. Здесь, конечно, родители также должны помочь детям самоорганизоваться и более плотно и больше времени посвятить учебному процессу, изучению литературы, в конце концов. — Хорошо, спасибо, Сергей Валентинович. Владислав Владимирович, хотим вас вернуть к нашему разговору. По поводу платформы. Есть у нас такое мнение, такая есть, может быть, просьба, я не знаю, насколько вы об этом знаете. У нас есть школы, где обучаются на молдавском языке, и учителя говорят, что им бы хотелось видеть в том числе и уроки, и задания, и даже вот эти видеофрагменты с объяснениями на молдавском языке. Мы общались с учителями из Каменского района, где есть такие школы сельские. Будет ли что-нибудь в таком духе делаться? Потому что, как мне кажется, вот этот момент, он важнее, чем там, не знаю, даже чем какие-то учебники туда выложить. Потому что учебники у всех есть дома и так. Одна из проблем при переходе на дистанционное образование – это методическое. И она, в принципе, основная эта проблема. Вот она подразумевает под собой что? Нам нужно провести целый комплекс работы. Выработать, проанализировать электронные образовательные ресурсы. Определиться, какие мы будем задействовать. Разработать что-то для вот этой нашей платформы, разработать что-то свое. В том числе то, о чем вы говорите. Вот преподаватели задают вопросы. Естественно, что мы этих же преподавателей и будем привлекать к этой работе. Почему? Потому что, наверное, у них больше есть понимания, чем у разработчиков или чем у программистов, которые занимаются наполнением этой платформы. Поэтому все вот этот комплекс вопросов, комплекс заданий по работе платформы – это все еще будет наполняться. Мы пока делаем первые шаги. Вот мы сейчас определились. У нас основная задача сейчас какая стоит? Качество образования пострадать не должно. Качество образования должно остаться на уровне. Независимо от вида обучения. Будет это классическое обучение, будет это дистанционное обучение. Ведь мы с вами должны осознавать, что дистанционное обучение, оно уже вошло в нашу жизнь. Все. Оно есть. Это свершившийся факт. И оно уже никогда никуда не уйдет. То есть мы его, как любую другую форму, когда-то вот любая форма образования, она когда-то приходила. Были сторонники, были противники. Это все рассматривалось по-разному, но тем не менее. Эти формы существуют, они есть. Мы по ним живем, мы по ним работаем, мы по ним уже не один десяток лет учимся. Смотрите, нам переход на дистанционную форму поможет не только сегодня, вот в условиях пандемии. У нас же есть и другие проблемы по школе. Посмотрите, у нас отдаленные районы, посмотрите села, где не хватает кадров, не хватает учителей. То есть дистанционная форма для нас сегодня – это спасение вот в этих ситуациях. Помимо того, что мы ее отработаем сейчас в ситуации с пандемией, мы решим и дальнейшие свои какие-то задачи. Что касается вот этих вопросов, которые… Вопросы не только по молдавскому языку будут, вопросов будет еще миллион. Я в этом уверен, я уже, наверное, половину миллиона этих вопросов услышал. Это все будет нарабатываться, это все будет работать. Мы, я говорю, для системы образования именно школьной, дошкольной – это первые шаги. И я все-таки очень надеюсь в том, что и наши учителя очень большие молодцы, которые не растерялись в сложный момент, взяли на себя эту работу всю. И родители, я надеюсь, подключатся, помогут. Все наше общество должно понимать, насколько это для нас сейчас важно. Потому что мы ведь не можем сейчас сказать, вот у нас не получается, там закрылись… Давайте бросим вообще это дело, да? Ну, конечно. Да, да, да. Мы же не можем сказать, давайте закроем школы на год, там, или на месяц, или на три месяца, и вот потом там, потом доучимся. Мы же не можем так себе позволить сделать. Мы должны понимать, что образование должно оставаться, неважно какой формы оно будет, очное, дистанционное, классическое. Мы должны детям дать те знания, которые мы им должны дать, и должны их дать качественно. Спасибо вам большое за разговор. Да, главная мысль, вот я так понимаю, нашего разговора – это то, что образование должно быть качественным. Неважно, в какой форме дети получают знания, в онлайн-форме или в классе, на выходе они должны все-таки получить знания. Родителям, детям и педагогам терпения желаем, чтобы все получилось. Это была программа «Экспертное мнение» сразу после нас на канале ТСВ. Новости, не переключайтесь, оставайтесь в ТСВ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова